имеет всего две переменные можно сформулировать довольно много задач относительно них и решаться эти задачи будут разными методами и поэтому неопытные пользователи часто путаются применяют не те методы для решения поставленных задач в этой серии видео рассмотрим несколько содержательных задач я постараюсь дать ориентиры какие задачи какими методами решаются первая задача сопротивление поставим отношение критиков и пользователей к фильмам размещенным на сайте mdb моя гипотеза исходя из таблицы со статистиками состоит в том что критики менее лояльных фильмом чем пользователи это содержательный гипотеза позже будет статистическая гипотеза статистическую гипотезу я смогу сформулировать когда выберу метод подходящий для решения содержать на задачи в формулировке задачи обе переменные рейтинг критиков и пользовательский рейтинг звучат через запятую они выступают как равноценные переменные еще один ориентир формулировки задачи не предполагается какого-либо подразделения выборки на подвыборке оба этих признакам свидетельствуют в пользу применения метода для связанных выборок пусть это название ники вас не смущает очень часто речь идет об одной и той же выборки в разрезе двух равноценных перемен в данном случае рейтинг критиков и пользовательский рейтинг в спи-сессии есть по крайней мере два метода для работы со связанными выборками это параметрический метод и от сэмплс внутри которого критерий уилл коксона какой из этих методов выбрать снова у меня есть шпаргалка в этой шпаргалке четыре ориентира причем есть один отдельный ориентир и есть еще три взаимодополняющих ориентира сверху указаны методы из которых и происходит выбор первый ориентир изучаемые переменные согласно содержанию задачи выступает как равноценная или как одна группирующая а другая зависимая в моей задачи в ее формулировке никакой группирующей переменной речи не идет поэтому как равноценная значит как я уже сказал либо students t-test либо критерий вилл коксона идем дальше чтобы выбрать между ними изучаемые переменные кроме группирующие на группирующие у меня в задачи нет являются по своей сути порядковыми или интервальными как я обосновал предыдущем видео не являются интервальными но этого недостаточно чтобы выбрать между двумя методами то есть пока что 1 0 пользу критерия студента если перемены интервальные то они симметрично распределены и со смещением в прошлом видео я показал что одна из переменных распределена со смещением поэтому появился аргумент в пользу применения критерия вилл коксона и наконец выборка большая или малая порог около 30 наблюдений в моем случае больше 5000 наблюдений большая и так два основания пользу критерия студента одно пользу критерия вилл коксона применение критерия вилл коксона характеризует более осторожную более консервативную тактику анализа применение критерия студента это более рисковая более простая тактика поскольку нет однозначного сочетания в пользу одного из двух методов то есть не здесь не здесь три аргумента не совпали они распределились так 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 поэтому я могу применить и один и другой и применю и сравню результат если бы рейтинг критиков и рейтинг пользователей были бы строго порядковыми то есть там были бы градации выражающие самостоятельное качество причем было бы мало это был бы очень серьезный аргумент в пользу вилл коксона если бы обе переменные были очень сильно смещены будь то интервальные они или порядковые это опять же очень сильный аргумент в пользу вилл коксона и наконец мало выборка тоже очень сильный аргумент в кокса для других случаев моем случае ситуация погранична могу применить этот и другое методы начну с собой распространенного метода к 3 student для связанных выборок поскольку стоит задача проанализировать поэтому я выбираю опцию аналайз который студентом находится в разделе компания минс сравнение средних как я ранее обосновал речь идет о сравнении среднем для связанных выборок подготовленные мной переменные этим критиков и пользовательский рейтинг располагаются горизонтально в первой строчке больше ничего настраивать не обязательно можно запустить в этом методе проверяется статистическая гипотеза у равенстве генеральных математических ожиданий генеральной совокупности математическое ожидание выборки это средний то налоги так о равенстве математических ожиданий генеральной совокупности выборочные значения вот они и мы их уже видели также прежде чем перейти к результирующей таблицы есть таблица позволяющая проверить вспомогательную гипотезу о том что паттерны у двух переменных схожи то есть коррелируют согласились в этом есть смысл когда я ставлю задачу выяснить кто более лоялен критики или пользователь я предполагаю что и у критиков и пользователей примерно одинаковый паттерн поведения но при этом у пользователей оценки повыше средний если бы две переменные демонстрировали противоположный паттерн или условно перпендикулярный паттерн то было бы гораздо меньше смысла в сравнении средних даже если бы средние совпали это был бы не очень показательный результат это было бы скорее случайное совпадение не содержательно моем случае имеется вполне выраженная корреляция это корреляция значимо с уверенностью 95 процентов потому что significance меньше 500 наконец результирующая таблица разница между средними доверительный интервал для этой разницы и наконец уровень значимости относящийся к основной проверяемой статистической гипотезе significance меньше 500 значит с уверенностью 95 процентов оказывается что действительно средний рейтинг полученный фильмами от критиков ниже чем средний рейтинг полученный фильмами от пользователей значит моя содержательная гипотеза подтвердилась критики менее лояльных фильмов чем пользователи но сейчас я решил задачу более рисковый менее консервативной тактикой а теперь попробую более консервативным через не параметры снова стоит задача анализа поэтому аналайз нон параметр т.с. related samples related и pad в данном случае синонимы речь идет о связанных выборках хотя вы понимаете выборка здесь одна но я уже объяснил что фактически речь идет об одной и той же выборке с двух ракурсов с ракурсом двух переменных рейтинг критиков и пользовательский рейтинг выбираю вкладку fields здесь подготовлены мною переменные дальше вкладку settings customize tests will coxen попробую запустить здесь немного другой интерфейс выдачи сначала общая информация о том что гипотеза не принята на основе significance significance меньше 0,05 нулевая гипотеза здесь состоит в том что средние ранги переменный рейтинг критиков и пользовательский рейтинг равны в генеральной совокупности всегда нулевые гипотезы при генеральной совокупности так вот эта гипотеза не подтвердилась то есть результат такой же как был после применения критерия студента но посмотрим детали два раза кликаю на таблицу пользовательский рейтинг минус рейтинг критиков равняется 38,792 именно это логическое уравнение является итоговым как его проинтерпретировать очень просто если пользовательский рейтинг минус рейтинг критиков равняется положительное число значит 1 больше чем второе значит снова подтвердилась содержательная гипотеза о том что пользователи лояльнее к фильмам чем критики и это соответствует непринятой статистической гипотезе она не принята потому что significance меньше 500 с уверенностью 95 процентов она не принята а статистическая гипотеза здесь в том что равны средние ранги для пользователей и для критиков следующем видео я поставлю другую содержать на задачу на тех же самых переменных рейтинг критиков и пользовательский рейтинг и в той новой задачи или две переменные будут играть разные роли и поэтому к ним будут применяться другие методы очень важно не путаться формулировка задачи влияет на то какие методы применяются